Совершенно история. Кстати, меня, в отличие от многих ваших оппонентов, это совершенно не удивляет, потому что у нас есть пример американки итальянского происхождения, которую вообще себя Мадонной назвала, и, в общем, мне это не помешало никак сделать карьеру. Я вам могу сказать, открыть небольшую тайну, что мне не помогло это особо. То есть фамилия Шаляпин, кроме скандальных... У нас же общество какое? У нас же не умеют относиться с юмором. У нас не любят радоваться. У нас не любят радоваться, у нас не любят с юмором, с легкостью. Вы поймите, что вся вот эта тяжесть и негатив, который выливает человек, смотря на другого человека, это только его самого разрушает. Понимаете, я уже давно не реагирую на оскорбление в свой адрес, я не реагирую на грязь, которую пишут вокруг, там, в комментариях, во всяком случае, то, что пишут журналисты, большое спасибо, пишите больше, я только счастлив. Открывать журнал, там, какой-то популярный, да, и видеть себя. Хорошо. А если бы у вас была возможность не только выбрать себе имя, как вы сделали, а выбрать себе страну, то какую бы выбрали, чтобы начинать... Нет, я Россию ни на что бы не променял, потому что я просто... Мне кажется, все-таки есть другие страны, с которых можно просто брать пример в каких-то... В развитости брать пример. Вот. Вот. И я недавно понял, что вот все там кричат, там, ну, очень много людей с разными мнениями, там, вот, там, для кого-то национальность, для кого-то религия имеет отношение, там, начинают люди спорить на какие-то такие темы, которые, я говорю, если все будут образованные и культурные, не будет вообще никогда споров. Ведь все, наше бедствие в стране от безграмотности, от хамства вот этого невоспитанности. Это единственная беда в нашей стране, мне кажется. Надо работать над тем, чтобы все люди были культурными, тогда никто не будет возникать вопросов таких друг к другу. Так вот, возвращаясь к информационной... То есть, да, ведь людям говорят с экранов, ешьте хорошую пищу, ешьте вот здесь вот зеленые стручки, там, да, проросшую пшеничку ешьте, кефирчик пейте, у вас пищеварение будет, витаминки, все, вы будете жить дольше. Нет, у нас стоят за гамбургерами, колбаса химическая, каждый день рассказывают, что это есть нельзя, это все отрава, химия, то же самое с информацией. Люди не хотят получать хорошую информацию. Им рассказываешь, дорогие друзья, я, Прохор Шаляпин, спел народную песню, там, фольклорную, там, написал на сайте, снял клип за миллион рублей на дубинушку, никому не надо, понимаете? Всех интересует, сколько же денег я получаю со своей взрослой невесты? За деньги это или не за деньги? Да какая вам разница? По большому счету, да? Разница есть, потому что, во-первых, существует масса достаточно интересных исследований, которые ставят знак равенства между любовью и деньгами, что это, на самом деле, очень связанная вещь. Вот, и что, вот почему, допустим, любят подарки? Потому что это материальное, как бы, выражение отношений. И потом эти темы интересуют вообще всегда любого зрителя и слушателя. Кто сколько зарабатывает, кто с кем спит, это нормально. Как только человек выходит на арену, на трибуну, на подмостки и себя показывает, он говорит, вот я, там, Прохор Шаляпин, я пою, я танцую, я снимаюсь, неважно. Вот я есть кефирчик и полезный продукт, потребляйте меня. Сразу после этого есть желание взять и прочитать, что там на коробочке написано, этого полезного продукта, из чего он состоит. Ну да, так вот мы поэтому в этот кефирчик и добавили всякой химии, консервантов и так далее, то, чего хотят люди. Поэтому я точно понял свое место. Я артист, мы все артисты от мала до велика шуты. Мы развлекаем народ. Чем ярче это получается, тем успешнее, так или иначе, парадоксально или нет, это звучит, потому что у меня очень много талантливейших артистов, которые поют прекрасные песни. Все у них так слажено, впорочем, но они никому не нужны. Они сидят дома, без работы совершенно. Ну вот кто? Назовите вот мне. Я не хочу никого обижать, эти люди думают, что... Нет, скажу, вы обидите, вы их назовете талантливые, тем самым обидите. Нет, я не хочу, некоторые считают, что они известны, но их никто не знает. И я просто, у меня сердце кровью обливается, реально. То есть из этого могу ли я сделать...